В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Время очищения. 2 марта у православных христиан начинается великий пост. Бей барабан. Во дворце детского творчества прошел городской смотр-конкурс. Соревнования среди самых быстрых. Лучшие бегуны города приняли участие в чемпионате по легкой атлетике. Далее расскажем обо всем подробно. 2 марта у православных христиан начнется великий пост. Для верующих людей это время духовного очищения, самопознания и покаяния. У большинства людей пост ассоциируется с ограничениями в еде, но священнослужители предупреждают, что главное это духовный рост, добрые мысли и самоочищение. Как правильно провести 7 недель перед Пасхой выясняла наша съемочная группа. Великий пост самый продолжительный и строгий в православном календаре. Верующие люди в эти 7 недель ограничивают употребление некоторых продуктов и делают свой стол более скромным. Отказываются от изысканных, пусть даже постных блюд, чтобы научиться преодолевать земные соблазны. В Великом посту устражаются, так скажем, дни. Это среда, пятница и по некоторым традициям понедельник. И суббота, воскресенье немного послабляется пост. В субботу и воскресенье, если мы говорим о гастрономическом посте, то благословляется вкушение масла и так называемые морепродукты. Это мидии, это кальмары и прочие нерыбные продукты. По мнению священнослужителей, такое смирение плоти должно быть только фоном для духовного очищения. Ограничение в еде – это не цель, а средство для телесного и духовного очищения. Смысл поста – это покаяние. Сделать удобные условия для воспарения души, ну как так скажем, из бренного тела, возвышения над бренным телом. Может быть даже и возвышения самого тела, но вот в небеса чистоты. Поэтому Великий пост некоторыми святыми отцами назван как «Весна души». Святые отцы рекомендуют подходить к соблюдению поста разумно. Продолжительное ограничение в еде может выдержать только физически крепкий и здоровый человек. Если есть медицинские противопоказания, то лучше посоветоваться со священником, который разъяснит, как в этом случае правильно соблюдать пост. Закончится Великий пост накануне Пасхи, 18 апреля. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Это и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. Другим новостям. В Сарове задержан саровчанин, обвиняемый в сбыте наркотиков. Сотрудники полиции изъяли у него около 800 свертков с запрещенным веществом. Подробнее в следующем репортаже. Более одного килограмма запрещенных веществ правоохранителя нашли в квартире 36-летнего саровчанина. Мужчину задержали, когда он готовил крупную партию наркотиков к продаже. При обыске оперативники нашли у подозреваемого около 800 свертков. В ходе обысковых мероприятий у него в жилище было изъято 804 распакетика с расфасованным наркотическим веществом и порядка 600 грамм наркотических средств в нерасфасованном виде. В отношении саровского драгдилера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу. Теперь правоохранители устанавливают потенциальных покупателей запрещенного товара. Сотрудники полиции регулярно проводят проверки по фактам употребления, хранения и сбыта наркотических веществ. В прошлом году нами было перекрыто три канала поступлений на территорию зато саров наркотических веществ. Все лица привлечены к уголовной ответственности, но в настоящее время находятся в местах лишения свободы. В этом году, в 2020-м, уже возбуждено три уголовного дела по факту сбыта наркотических средств граждан нашего города. Все лица установлены, в настоящее время проводятся расследования. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Качество уборки города, текущее состояние дорожно-эксплуатационного предприятия и вопросы, связанные с заключением контракта по содержанию дорог, заключенного СОО «Магистральстрой». Эти темы подняли депутаты в пятницу на заседании Комитета по экономике и городскому хозяйству. Народных избранников интересовало, как получилось, что контракт на 122 миллиона рублей ушел в фирме, в штате которой числится три сотрудника. Подробнее о заседании Комитета расскажем в ближайшее время. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой и заявил на заседании правительства России, что, цитата, «Президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Конец цитаты. Вместе с тем в Сарове уже не первый год можно приобрести жилье в новостройках по сниженной процентной ставке при покупке квартир у застройщика Саровинвест по специальной программе с оформлением ипотеки в банке ВТБ. В конце прошлого года минимальная процентная ставка составляла 5,4%, а с 14 февраля снижена до 4,6%. На выгодных условиях можно приобрести любые оставшиеся квартиры в 14 этажках на Музруково 39 и в домах в ЖК «Саровская ривьера». Подробности в офисе продаж. Торговый центр «Атом», пятый этаж. Телефон 599-17. В Сарове продолжается акция по приему от населения документов, которые представляют историческую ценность. Специалисты городского архива готовы обеспечить сохранность для истории писем, документов, аудио или видеоматериалов, относящихся к деятельности выдающихся людей знаковым событиям или памятным датам. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-12-66 или непосредственно в городском архиве, который можно найти по адресу улицы Гоголя, дом 22А. Саровчанки стали призерами областных соревнований. На днях в Нижнем Новгороде подвели итоги открытого кубка по художественной гимнастике «Ферия красок». Наш город на нем представили воспитанницы спортивной школы Икар. По итогам выступлений Варвара Фролова стала серебряным призером кубка. Еще одна саровчанка Софья Полшкова завоевала бронзу. Девушек подготовили тренеры Екатерина Колганова, Юлия Поздышева и Елена Пугачева. День кошки в России отмечают 1 марта. Это неофициальный праздник, который в 2020 году проходит 17-й раз. Для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам безнадзорных животных. В Сарове ежегодно сотни кошек оказываются на улице. Часть из них попадает в городской приемник. Бывшие обитатели чертаков или подвалов. Кошки, забытые хозяевами на огородах. Котята, выброшенные в коробки на мороз. Каждому из этих животных пришлось немало вынести до того, как они попали в приемник. Кого-то принесли сердобольные горожане, кого-то сдали бывшие владельцы, а кого-то привезли с отлова. У каждой кошки есть свой хозяин, уверены сотрудники приемника. Просто не все кошки пока его еще нашли. Вот, например, Регина. Уже два месяца ждет того, кто придет и заберет ее из приемника. Регину нашли на остановке в Тизе, привезли в приемник. Сотрудники заметили, что она как-то странно передвигается. Потом выяснилось, что кошка полностью слепая. Отсутствие зрения не мешает животному ориентироваться в пространстве. У нее острый нюх и прекрасный слух. Кошка очень ласковая, спокойная и чистоплотная. Сотрудники приемника с большой теплотой отзываются о каждом своем подопечном. Всех животных здесь сразу приучают к лотку и стараются социализировать. Кошки в приемнике очень ласковые. Открываю сегодня любую клетку, и каждый ее обитатель начинает меня радостно приветствовать и играть со мной. Каждую кошку при поступлении в приемник осматривают, прививают и стерилизуют. После всех процедур животных клеймят, присваивают им индивидуальный номер и все сведения передают в Госветуправление. По закону, через определенное время после стерилизации кошек должны выпускать на улицу. Для многих это верная смерть. Поэтому заботу о животных берут на себя волонтеры и ищут своим подопечным ответственных хозяев. А вот эту очаровашку зовут Бонита. Год назад она поступила в приемник вместе со своими маленькими котятами. Котят раздали, а Бонита осталось ждать. Сейчас в приемнике живут около 20 кошек. Все они нуждаются в заботе, любви и внимании своего человека. Приемник находится по адресу Зернова, 24А. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24А. На ежегодном смотре конкурса знаменных групп гарнистов и барабанщиков «Бей барабан» во Дворце детского творчества собрались представители пионерских и детских организаций. Каждая дружина выставила лучших из лучших, нацеленных только на победу. По итогам смотра конкурса лучшие знаменные группы получили переходящие кубки. Стать барабанщицей Варвара Гришина мечтала с первого класса. Любовь к музыке девочки привил ее отец-музыкант. Варя не раз брала в руки палочки и била по инструменту. И вот спустя годы мечта осуществилась. Она выступает в смотре конкурса «Бей барабан» во Дворце детского творчества. Варе и ее товарищам предстояло исполнить пять сигналов – марш на линейку, торжественный вынос знамени, сбор и походный марш. По словам девочки, у пионеров-барабанщиков ответственная работа. Именно они сопровождают знаменные группы во время выноса знамени организации, играют на парадах и торжественных мероприятиях. Варвара уверяет, что это лишь малая часть того, что должен уметь барабанщик. Главное – правильно обходиться с инструментом и всегда быть к нему внимательным. Во-первых, нужно правильно держать палочки. Потом надо правильно играть, потому что можно играть сильно, бить барабан, а на него нельзя. Надо плавно руками работать, чтобы кисти только работали, и чтобы это звучало как-то не так сильно, и было все хорошо. На конкурсе знаменного групп гарнистов и барабанщиков каждый из пионерских дружин школ города старается показать максимум, на который способна. Компетентные жюри оценивают четкость шага группы, как отдаются команды, какие сигналы подает гарнист и знают ли эти сигналы пионеры. Победители становятся претендентами на участие в параде 9 мая, чтобы пройти на площади Ленина и пронести знамена своих пионерских или детских организаций во время вот этого самого большого нашего праздника – День Победы. Посмотреть результаты смотра конкурса «Бей барабан» можно на официальном сайте Дворца детского творчества. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Самые лучшие бегуны Сарова собрались на ежегодный чемпионат города по легкой атлетике. На старт высшие студенты – сотрудники городских предприятий, ветераны спорта. Им предстояло преодолеть различные дистанции от 30 до 1000 метров. Подробности далее. Около 40 саровчан встретились, чтобы продемонстрировать свои способности в беге. Среди участников – студенты Сарфатеи, медицинского колледжа, сотрудники ВНИЭФ и бюджетных организаций. Зимний чемпионат города Федерация легкой атлетики проводит более 30 лет. Первый организатор соревнований – выдающийся тренер-преподаватель Владислав Кугукин. Его воспитанница, многократная чемпионка Европы и мира среди ветеранов Светлана Коляскина, продолжает эту традицию и считает, что нужно привлекать еще больше жителей нашего города в занятия спортом. Конечно, легкая атлетика – королева спорта. Из легкой атлетики взяты все элементы в другие виды спорта. И очень жаль, что иногда легкую атлетику забывают. Ужасно жалко, но поэтому хотелось бы, конечно, видеть большее количество спортсменов здесь. В рамках зимнего чемпионата участники пробежали дистанции в 30, 300 и 1000 метров. Студентка с РФТИ Ангелина Звездина занимается легкой атлетикой шестой год. Жизнь девушки неразрывно связана со спортом. С первого класса Ангелина увлекалась плаванием, фигурным катанием и танцами. Сейчас она работает персональным тренером. На 30-метровке среди женщин от 18 до 39 лет Саровчанка преодолела расстояние за 4,61 секунды и заняла первое место. Она вырабатывает характер, как и любой другой вид спорта, но легкая атлетика именно вот прям душу, мне забава. И поэтому последнее, на чем я остановилась, это легкая атлетика. На разных дистанциях развиваются разные мышцы, точнее они даже развиваются по-разному. На длинных дистанциях больше сухие мышцы развиваются, которые из 90 мышц отвечают. А на спринте больше развиваются взрывные мышцы, белые. После соревнований легкоатлеты приступили к подготовке к городским и областным эстафетам, приуроченным к 9 мая. Также к чемпионату России среди ветеранов, который пройдет в Пензе с 14 по 15 марта. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова